Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет у нас видео, видео такое, скажем, развлекательно-познавательное. Я думаю, многие из вас возьмут отсюда разные фишки, разные какие-то полезности. Да, наверное, это будет так. Итак, я сегодня хочу вам рассказать, как рассчитать изделия, которые мы вяжем со свободой облегания, то есть со спущенным плечом. В общем, как рассчитать, как просчитать основные моменты. Я хочу с вами поразмышлять, и еще хочу поразмышлять по поводу того, что хочу вам рассказать, как можно смоделировать рукав при таком изделии. Я вяжу изделие кимоно, например, вот у меня вырезано оно, да? Это вот изделие кимоно, примерно такое я хочу его связать, но здесь обязательно будет скос плеч. Какой он будет, размер скос плеча, я вам обязательно расскажу, и как он получается. Ширина рукава у меня будет не такая широкая, она будет меньше, и как ее построить, я тоже один из вариантов вам покажу. Мои дорогие друзья, если вы посчитаете это видео полезным для себя, если вы поймете, что что-то полезного вы для себя взяли, то внизу в инфобоксе я укажу вам свой номер карты Сбербанка. И вы можете перевести любую сумму, исходя из вашего достатка и полезности данного видео именно для вас. Тогда я пойму, нужно мне снимать такие видео и дальше, или они не представляют для вас абсолютно никакой полезности. Это будет, наверное, может быть для кого-то сложно, кто-то, может быть, не хочет так заморачиваться и делать так, как я вам сегодня расскажу и покажу. Ну, у меня, вы знаете, математический склад ума, мне нужно все добиваться логикой. Ну и поехали, не будем на этом отрываться. Рекомендую вам приобрести линейку закройщика. Вот вы знаете, мы в школе все с вами занимались с помощью вот таких линейок, линейка закройщика, которые сантиметр делят на 4 части, видите, да? Вот, в школе мы часто с вами кроили с помощью таких линейок. Эти линейки, линейка закройщика, продаются абсолютно в любых магазинах, и они вам могут сыграть замечательную такую пользу. Какая будет в этом польза, я сегодня расскажу. Урок сегодня будет, я думаю, что длинный, но давайте будем приступать. Итак, я хочу связать себе кимоно. Кимоно – это такая разлетайка. Ну, вот, например, фотографии, которые я нашла в интернете, примерные я вам сейчас сюда вставлю, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот примерно такой кардиган, кимоно, который будет связан. Это не так, не по этой выкройке будет связано. Вообще, в принципе, я посмотрела в интернете, в основном все вяжут вот так, квадратно-гнездовым способом. Без выреза горловины, без скоса плеча. То есть вяжутся вот такие прямоугольные детали и потом надевается на себя. Но это было бы хорошо, если бы мы шили такое изделие из таких очень легких, шелковых, нежных, струящихся тканей. Но мы же с вами вяжем, и любое струящееся полотно, вязанное, оно не будет красиво ложиться, если мы свяжем вот такой себе кардиган. Ну, будет так себе. Носить, конечно же, можно, и многие носят, но я нет. Я нет. Поэтому и вас, и вам предлагаю вязать более грамотно. Итак, приступим. Я с помощью линейки закройщика рассчитала основные моменты. Так, с чего бы нам начать? Нет, давайте я вот это вот сейчас спрячу, уберу, а мы сейчас с вами прямо здесь начнем чертить. Для начала вам необходимо определиться с размерами. Вот те размеры, что у меня указаны, вы должны посчитать, посмотреть на себе. То есть обхват груди, в моем случае это 100 сантиметров. Обхват бедер у меня 106 сантиметров. Ширина плеч 38 сантиметров. Обхват груди и обхват бедер, я думаю, что вам понятно, как замерять. Я здесь не буду на этом акцентировать внимание. То есть обхват бедер вот так, по самым верхним точкам груди, подмышкой, все замерили. У меня 100 сантиметров. Обхват бедер тоже самое, замерили 106 сантиметров. Как замеряем? Обхват шеи замеряем, у меня это 38 сантиметров, я сюда не записала. Обхват шеи в моем случае 38 сантиметров. То есть шею просто взяли, сантиметровую ленту и шею просто обтянули. Удавку сделали, так сказать. Удавили сами себя. Ну вот, вот таким образом. Вот у нас обхват шеи. У моего кукольного ребенка это 25. У меня это 36. Я вам ширину плеч. Как замеряется ширина плеч? Ребенок нестандартный такой, ну кукла непонятно кем сделана. Ну не важно. Вот у нас кукла. Мы опускаем руки. То есть мы стоим перед зеркалом и замеряем. Ну давайте скажем, что у нас рука, вот где шов. Пусть у нас это будет плечо, а здесь у нас будет опускаться рука. Вот плечо и рука. С этой стороны и с этой стороны. Мы берем сантиметровую ленту и замеряем. Вот это расстояние, вот до этого расстояния. То есть ширину плеч. У меня у ребеночка, ну это где-то 18 сантиметров. У меня ширина плеч 38 сантиметров. Теперь как замеряем глубину проймы. Тоже очень важный показатель, который нам будет необходим. Засуньте себе подмышку, вот прям на самый-самый верх. Вот прям подтянули карандашик и вот так засунули подмышку к себе карандаш. И теперь вот от этой верхней точки шеи, то есть где у нас есть шея, здесь у ребенка ее нет почему-то, соединяется с плечом. Плечо, шея, вот это место соединения. Вот от этого места соединения вот так вниз вертикально до, условно, глазками замеряем вот это расстояние до карандаша. И вот так вот его замеряем на себе, на теле. То есть у меня, у ребенка это расстояние где-то 9 сантиметров. Да, вот у кукольного ребенка 9 сантиметров. У меня глубина проймы 21 сантиметр. То есть подмышку карандашик высоко-высоко вверх. И вот 21 сантиметр, это глубина проймы у нас просто на теле. Мы-ка потом, конечно же, будем углубляться на какое расстояние. Покажу вам, как это делается. Так, ну вроде бы все замеры у нас есть. Дальше я беру линейку закройщика. То я прям буду делать в натуральную величину полностью все изделие. Вот это у меня, условно, в натуральную величину. Значит, чертим линию. Верхняя линия у нас будет линия шеи. Вот помните, как мы в школе занимались моделированием условно? Это тоже своего рода моделирование, немножечко проще, множко проще, чем в школьном моделировании. Ну вот, как-то так. Вот здесь где-то у нас середина, центр. Ну просто я провожу сейчас хаотичную линию. Горизонтальную линию. Вертикальную линию – это центр переда или центр спинки. Я знаю сразу, что у меня обхват шеи 38 сантиметров. Девочки, это именно тот обхват, который я на себе туго-натуго шею замерила. Это ничего общего не имеет с той шириной по шее, которая у нас будет потом нами использоваться с вами в изделии. Это мы потом смоделируем. Мы сделаем, можем, пошире, если это вырез лодочка, или почти такой же, как обхват шеи, если это обычный вырез полукругом. 38 у меня обхват шеи, значит, от центральной линии влево и вправо 38 делим на 2, получаем 19 и 19 сантиметров. Вот, это у нас как бы шея наша. Замерили ее. Дальше. Я хочу изделие длиной 64 сантиметра. Ну, я хотела 63-65, возьму такую среднюю циферку 64 сантиметра. Вот, ну, еще где-нибудь сделаю, чтобы мне хорошо было линию горизонтальную ровненько провести. Провожу линию. Это линия низа будет у нас. Линия шеи, линия низа. Дальше я могу сразу уже указать глубина проймы у меня есть, значит, я могу определиться, где у меня будет линия проймы. Глубина проймы 21 сантиметр. Вот от линии шеи вниз я откладываю 21 сантиметр. И получаем, сейчас я попробую параллельно провести линию. Вот у нас линия, линия проймы. Проймы. Это линия проймы. Так? Все. Теперь, значит, у меня обхват груди 100 сантиметров. Вот по линии проймы я слева и справа отмечу вот эти 100 сантиметров. 100 сантиметров – это полный обхват. Половина обхвата, значит, у меня 50 сантиметров перед и 50 сантиметров спинка. 50 делим пополам от центральной линии влево и вправо. 50 пополам – 25 сантиметров. То есть вот 25 сантиметров сюда и 25 сантиметров сюда. Вот. Вот это я по груди. Вот это я по груди. По бедрам я чуть побольше. Ну, это нам вообще здесь не играет никакой роли, но неважно. Сейчас мы отметим. Так. Так, 106 делим на 2 – 53. 53 делим на 2 – это получается у нас 26 с половиной, да? 26 с половиной влево и 26 с половиной вправо. Вот так вот. То есть грудь у меня поуже, попа у меня пошире. Ну, условно. Ну, я не знаю, можно не соединять. Пусть будет так. Вот. Теперь я хочу, я хочу – это теперь просто мои мысли. А я хочу себе изделие шириной 65 сантиметров. То есть у меня, я здесь 53 сантиметра, а я хочу свободный, чтобы у меня по бедрам было. У меня грудь меньше, чем бедра. Уже, чем бедра. Если у вас грудь больше, чем бедра, то вы ориентируетесь по груди. По максимальному объему ориентируемся. У меня объем по бедрам больше, поэтому я на максимальный объем бедер ориентируюсь. Вот, я здесь 53, а хочу я изделие 65, чтобы по бедрам оно на мне вообще висело, чтобы вообще, да. Вот 65. 65 делю пополам. Это получается 32,5 влево и 32,5 вправо. Так, 65. Вот. Вот, и здесь тоже отмечу, ну, чтобы мне удобно было линию провести. И сейчас я эту линию провожу до верха, до самого, показывая, какое у меня будет изделие по размеру. Вот оно у меня изделие по размеру. Так, так. Вот такой ширины оно будет. Я в нем вот такая. Вот настолько оно будет у меня выбирать. Да? Думаю, понятно. Так, а вот у нас обхват шеи. Обхват шеи. 30. А, я неправильно сделала обхват шеи. Извините, пожалуйста. Сейчас переделаем. Думаю, что-то не то. Смотрите, 38 сантиметров, это полностью вся шея. Делим пополам, это 19. И это получается 9,5 влево и 9,5 вправо. Вот как у нас обхват шеи. Прошу прощения. Я ошиблась. Вот обхват шеи. Думаю, что-то как-то... Так, дальше. Дальше. А, это же мы ширину плеч оформили. Ё-моё. Все правильно, это ширина плеч, девочки. Ой, туплю. Так, это ширина плеч. Вот это вот ширина плеч. А это у нас шея. Чтобы самой не запутаться. Шея. То есть, 38 делим пополам, 19. 19 делим на две части, 9,5. 19. 9,5 и... Вот, 19. Шея. Дальше. Значит, шея известна. Ширина плеч известна. А, и еще нам нужна одна. Это глубина. Вот это так. Это у нас скос плеча. Вот смотрите, как мы замеряем скос плеча. Скос плеча мы замеряем у зеркала. Вот мы стоим у зеркала. И вот так мы к шее прикладываем линейку. Стараемся линейку приложить не под углом, а строго горизонтально к полу. Вот берем шею и горизонтально к полу прикладываем вот так линейку. Ручка у нас опущена вниз. И мы смотрим, где у нас заканчивается плечо и пошла рука. Вот, плечо закончилось, вниз пошла рука. Вот на этом расстоянии мы с сантиметровой лентой или другой линейкой вот так замеряем наш скос плеча. То есть мой скос плеча равен 3 сантиметра. Горизонтально ставим линейку одну и отмечаем, где у нас расстояние от линейки до нашего окончания плеча. Плечо здесь переходит в руку. Вот. И мы меряем. У меня это 3 сантиметра. Так, это скос плеча. 3 сантиметра. Я его сюда никуда не записываю. Сейчас мы с вами сразу его нарисуем на нашем изделии. Вот наша ширина плеч. А вниз мы должны опустить наш скос плеча. В моем случае 3 сантиметра. Это физиологические пока все цифры. Не то, что мы хотим, а все это по физиологии. Вот. 3 сантиметра вниз. Вот. От этой точки, от горизонтали вниз 3 сантиметра. Теперь мы шею соединяем с этой точкой. Вот. Шея наша соединяется с нашей точкой. Вот наши плечи. Вот такие они. Теперь мы можем эту точку, вот эту линию, оранжевую линию, продлить. Продлить до пересечения с нашей желаемой шириной изделия. Просто берем и продлеваем. В одну сторону и в другую сторону. И вот этот будет именно для данного изделия с данной шириной. Если ширина у вашего изделия изменится, скос плеча тоже изменится. Вот этот скос плеча у меня именно при 65 сантиметрах. И я его линейкой замеряю. У меня же здесь все по стандартам. И у меня получается 7 сантиметров скос плеча. То есть вот тут скос плеча у меня был 3. Это физиологическая, скажем, цифра. И на нужную ширину у меня получилось 7. Возьми я изделие в обтяжку. Вот здесь, да? Вот. Вот, смотрите, вот я. Вот мои бедра. Если я по бедрам свяжу себе изделие, вот. Оно будет у меня заканчиваться вот тут. И тут тогда у меня будет скос плеча равен 5 сантиметрам. 5. Замеренный 3. Вот здесь 5. То есть любое спущенное плечо ведет к увеличению скоса плеча. Высоты скоса плеча. Понятно, как я получила 7? Легко и просто. Все логично. Только включить логику. Вот так вот замечательно. Значит, скос плеч мы уже знаем. И мы на нашем изделии, когда мы рисуем технический усор, рисунок мы уже можем указать, что скос плеч 7 сантиметров. Вот. Все. Дальше пойдет уже рука. Дальше. Мои дорогие друзья, сейчас я вам хочу рассказать про глубину проймы. Это вот сейчас вставочный рисунок. Я вырезала отсюда наше с вами изделие, по которому мы уже вели разговор. И хочу вам сказать, что вот мы выяснили с вами, что у нас 7 сантиметров скос плеча. А вот от этого плеча до рукава. Ну, условно, нарисуем его пока. Ну, давайте, нет, сразу правильно. Вот наш рукав. Вот здесь сколько у нас должно быть сантиметров. Это решаете только вы. Решаете только вы. Но, что я хочу... Вот моя теория. Я вам... В этом фрагменте хочу рассказать мою логику. У меня их несколько таких теорий. Пока каждая имеет место быть и пока я набираю экспериментальные данные. Ну, как я делаю? Вот я по ширине. Например, 100 сантиметров в груди. Изделие мое по ширине получается 66, по-моему. Я уже сейчас не помню, что мы с вами там решали. 65-66 сантиметров. 50 я, половина меня. И 66. То есть у меня сколько процентов свободы облегания? Обхват груди мой 100 сантиметров. А обхват изделия у меня получается 132. 66 плюс 66. Да, 132. Если 100 сантиметров в груди это 100 процентов, то 132 это 132 процента. Да? 132 сантиметра, 132 процента. То есть моя свобода облегания на изделии 32 процента. 32 процента. То я и предлагаю обхват рукава брать тоже с такой же свободой облегания. То есть если само изделие со свободой облегания 32 процента от обхвата груди, то ширина рукава у меня тоже со свободой облегания 32 процента от обхвата руки. Мы с вами обхват руки не замеряли, поэтому замеряется обхват руки просто в самом широком месте. Покажу вам снова на кукле. Смотрите, вот обхват руки у куклы. В районе бицепса, то есть вот где у нас плечо, и вот в районе где-то вот здесь, у нас самая широкая часть руки. Посмотрите в зеркало, где у вас самая широкая часть руки. И замеряем ее вот так, да? Замерили самую широкую часть руки. В моем случае у меня обхват руки 34 сантиметра. Поэтому давайте я сюда запишу. Обхват руки у меня 34 сантиметра. Плюс свобода облегания 32 процента, такая же, как и на изделии. И получится 44 сантиметра у меня обхват руки. То есть ширина, глубина проймы получается 44 делим на 2. У нас же половина к переду, половина к спинке. И получается 22 сантиметра. Вот моя логика. То есть сколько процентов мы добавляем на свободу облегания по изделию, столько процентов мы добавляем и на пройму. Вот такая у меня логика. Если у нас будет изделие с овточным рукавом, и у нас свобода облегания будет 5 сантиметров к 100, значит 5 процентов, то и к обхвату руки мы тоже добавим всего 5 процентов на свободу облегания. Пока вот эта теория у меня является одной из главных при расчете того, какую глубину пройма мне поставить. Ну, относитесь к ней как к теории, доказательствам. Захотите, попробуйте, поэкспериментируйте, поиспользуйте, не захотите. Ну, придумайте свою глубину проймы. Ну, а теперь возвращаемся к прежнему видео и переходим к расчету нашего рукава. Вот ваш скос плеча. А вот это расстояние, вот это расстояние, это и будет условно ваш рукав. Я его пока вот так вот нарисую безобразно вверх, ну, потому что сейчас, пока мы же его вниз не опустили, он вот так вот безобразно вверх рисуется. А вот наше расстояние. Идеальный рукав для выбранной нами ширины изделия. Видите, как ширина изделия влияет на глубину пройму и на ширину рукава, чтобы все это было пропорционально. Пропорционально у меня получается, что у меня 24 сантиметра обхват руки. Вот. Поняли? То есть обхват не руки, а рукава. При таком широком изделии у меня замечательно будет кимоно с рукавом 24 сантиметра, который мы с вами будем рисовать. Вязать. Вот, вот. Вот. Ну, условно, давайте я вот этот рукав нарисую. Да? Условно. Но он будет по-другому сидеть. И вот когда вы не вывязываете окат рукава вот здесь, то у вас вот именно вот так вот и сидит ваш рукав. Здесь спрощенное плечо, а здесь вы, когда надвязываете рукав без оката рукава, вот такая штука получается. Поняли, да? Так. Это мы с вами выбрали скос плеча, выбрали глубину обхвата рукава и глубину проймы. Глубина проймы вот отсюда и до шеи. 32 сантиметра у меня, да? 7 плюс 24. Вот так вот, мои дорогие друзья. Если я выберу поуже изделие, у меня, соответственно, скос плеча будет меньше, и рукав у меня будет поуже. Вот. Так. Ну, а дальше мы сейчас с вами, мы с вами вот придумали, какие у нас будут размеры, да? Это вот в натуральную величину я условно, образно просто рассчитала. 65 сантиметров. У меня ширина рукава 15 сантиметров. Я делаю. И пока я вот такое кимоножко нарисовала, которое делают в основном все в Ютубе. Сейчас будем с вами моделировать. Так. Так. Мы сейчас вот так отрежем рукав. Отрежем рукав. Надрежем, наверное, рукав. И будем с вами экспериментировать с рукавом. Видите, мои дорогие друзья, мы с вами знаем, что у меня обхват руки, давайте я возьму 25, да? Вот этот вот, 24 здесь. Я возьму 25. И уже снизу 25 сантиметров я отмечу. Вот. А лишнее уже сразу отрежу. То есть у меня здесь должно быть 7 сантиметров скос плеча. Вот он у меня 7 сантиметров скос плеча как раз. Да? То есть вот рукав я эти 7 сантиметров отрезаю. Так. И 7 сантиметров с другой стороны я тоже отрезаю. Вот так вот. Все. Отрезали. Здесь 7 сантиметров скос плеча. Видите, здесь же он у меня не был нарисован. Теперь я уже могу его нарисовать. Кстати, вырез горловины мы же там с вами считали именно от обхвата шеи нашего. Вот обхвата шеи. Теперь уже мы можем вырез горловины вот здесь вот. То есть 19-19 оставить вот тут. А теперь мы можем уже его расширить. Например, я хочу на 2-3 сантиметра пошире сделать. Вот так вырез. Условно. То теперь у нас вот отсюда будет скос плеча. Сначала мы рисуем от основной нашей горловины, а уже потом моделируем, вырезаем пошире. Давайте я сейчас вырежу. То есть смоделировали скос плеча, мы его сделали таким. А теперь мы вырезаем наш вырез, который будет у нас по факту шире. Поняли, да? Сначала рисуем... Так, беру, чтобы не было. Сначала рисуем скос плеча от настоящей горловины. Потом мы рисуем ту горловину, какую хотим получить. Мы, может, вообще лодочку будем получать. Тогда мы вот от сих пор, ну, условно, до сих пор вырез делаем, да? Отсюда тогда. И скос плеча пойдет вот так. На эти же 7 сантиметров. Он ни больше, ни меньше будет. Вот. Все. Вот, отметили скос плеча, убрали. Теперь вот эти вот треугольники я тоже отрезаю. Мы скос плеча с вами вывяжем. Вот. Вот. У нас получается такая модель. Ну, вы видите, да? Ну, не камильфо, как я вам и говорила. Вот такие рукава. То есть, если я рукава опущу, а вот это что у меня? Мне же здесь, ну, некрасиво. У меня, как минимум, это должно вот так опуститься. Да? Ну, то есть, вот так будет более красивая линия. Вот так. Нежели вот как, вот так. Рукава у меня идут. Шел скос-скос, а потом вот так вот вверх. Все лишнее, вот это вот лишнее, у меня вот сюда вот уйдет все равно вот таким пузырем. Мне это не надо. Что делаем? Так. Ну, давайте я нарисую на бумаге скос наших плеч. Да? И теперь этот скос плеч, вот я его нарисовала, я его просто продлю дальше. Продлю дальше. Вот. Продлила дальше. В-образный вырез нарисую. Вот он наш вырез. Ну, и там, и так далее, да? И вот он наш, наше изделие. Ну, на картинке. Вот. Поставила. И теперь я двигаю рукав. Так, вставим все аккуратно. Вы карандашиком будете рисовать, у вас все будет проще. Теперь мы двигаем рукав до тех пор, пока он, ну вот условно он соединился практически, ну тут 2 мм, мы их потом тоже срежем, практически соединился с линией рукава. Вот, видите? Мне нужно, чтобы и вот эта линия, и вот эта была более-менее одинаковая. То же самое и тут. Так, надо было дальше продлить. Упс. Ну, примерно вот так. Вот. Вот рукава. Вот примерно вот так, да? Вот. Видите? По одной уже идут они не так вот, а уже примерно по одной, по одной линии. И вот этот наш треугольник. Условно. Мы его замеряем. И в моем случае это получается 7 см. Что с кос плеча у меня был 7 см, что сюда уходит 7 см. Да? И получается, что при вязании нашего изделия я каким-то образом, много всяких разных способов, должна вывязать вот этот треугольник. И тогда у меня все будет великолепно. Не просто я квадраты вяжу, как я вам показывала вначале, вот это квадратное полотно, а вот оно уже нами с вами просчитанное. Видите? Как все оказывается элементарно и просто. А вот теперь, как сделать этот треугольник, зависит только от вас. Вы можете связать, если спущенное плечо вяжете, Вы можете просто связать изделие прямое до скоса плеч, вывязать скос плеч, ну и вырез горловины, соответственно. Потом Вы можете привязать сюда, прицепить рукав, вывязать сначала укороченными рядами галлокат рукава, а потом уже вязать прямоугольник рукава сам весь. Это один из способов. Второй способ. Вы можете сделать, вязать до пройм, вяжем, вяжем, вяжем до проймы, и теперь основное полотно мы начинаем расширять. То есть вот здесь, в конце и в начале ряда, мы делаем прибавки. Мы расширим, чтобы за вот эти наши 25 см, у нас же был рукав, за 25 см, в рядах мы это все рассчитываем, мы должны увеличить на 7 см в петлях. Это все высчитываем. Вот. В моем случае я должна буду увеличить на 12 петель, у меня 2 петли в 1 см, 7 умножаем на 14 петель, 98 рядов у меня здесь. За 98 рядов я должна добавить 14 петель. Высчитываю, в каком ритме буду делать прибавки, и тогда я выхожу к плечам вот на эту цифру. И потом делаю скос плеча. Все. Потом уже привязываю просто рукав и квадратик, прямоугольник условно вяжу. Все. У меня уже вот этот треугольник вывязан на изделии. То есть этот треугольник можно вывязать на рукаве, а можно вывязать на изделии. Это зависит от вашего желания и от рисунка. Рисунка. Некоторые рисунки некрасивы. Особенно полупатентные резинки, патентные резинки, резинки, вообще разные резинки. 1 на 1, 2 на 2. Когда вы делаете прибавку по полотну, вот так, они некрасиво смотрятся. Проще вывязать окат рукава по руке. Той же резинкой оно будет смотреться более эстетично, на мой взгляд. Это мое субъективное мнение. Так, как же буду вязать я? У меня здесь немножечко хитрая конструкция. Я вяжу, у меня здесь никаких швов не будет, у меня будет цельное вывязанное полотно. Может быть, я буду вязать по-другому, но сейчас я планирую вязать так. Довязываю до подмышки. Набираю все петли рукава. У меня рукав 15 см. Помним, что у меня 2 петли в 1 см. 15 умножаем на 2. Я прибавляю по 30 петель слева и справа. И вяжу уже вот такое широкое полотно. При этом отмечаю маркерами вот это наше полотно. И по центру, я не по рукавам, можно здесь в конце делать прибавки по рукавам. То есть вот этот треугольник, вот этот треугольник, да, мы можем вывязать вот здесь с конца рукава. Вот. То есть здесь мы можем вязать прямо и рукав прямо. Ну, тогда здесь опять получится конструкция вот здесь вот немножечко, вот сюда идет рукав прямо, а потом он уже свисает. Ну, как-то тоже не очень. Ну, хотя многие тоже этим пользуются. Я нет. Вот я вывязываю треугольник здесь. Все. И я буду вязать цельным полотном. Буду доходить 30 петель, делаю прибавку там. 30 петель, прибавка. Опять 30 петель, прибавка. Таким образом у меня тело будет расширяться, а рукав будет вот так вот прямоугольничком идти. Вот. Вот, мои дорогие друзья, я вам постаралась еще раз наглядно, очень подробно объяснить, как сделать расчет именно вот нашего изделия со свободой облегания. Повторюсь, у меня на обхват бедер 106 сантиметров, изделие 65 сантиметров. Достаточно широко, почти 30%. 24-25% на свободу облегания взято. При этом учтите, что пройму мы рассчитывали по обхвату груди, а сейчас свободу облегания, я говорю, по обхвату бедер. Ну, думаю, что вполне себе нормально. Нормально. Вот. Вот такие вот дела. Вот такие расчеты. Напишите мне, пожалуйста, было ли для вас это полезно. Понимаю, что данный формат подойдет абсолютно не всем. Большинству, может быть, не подойдет. Но если вам было полезно, мне будет очень приятно. Напишите мне, пожалуйста, об этом. Если вас что-то раздражает, пожалуйста, не пишите. Мне это ждать не обязательно. Ну, вот как-то так, мои дорогие друзья. На этом я с вами буду прощаться. До скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.